всем привет с вами александр и вы на моем канале my flowers obvious хочу сегодня собрать грунт для адениумов я их начал выращивать недавно так как адениум это суккулент изучив информацию всю я буду собирать этот грунт на основе суккулентов и кактусов которые на основе грунта суккулентов кактусов которые у меня уже растут в гравийном грунте вот они очень круто растут я вам просто взял показать этим растением где-то около года вот этому полгода растут они именно в гравийном грунте, то есть, грунт очень рыхлый, отличный, вот такие, как алоэ, спокойно растут, растения были, вот видите, здесь вот маленький росточек, сажал прям совсем малипусенькими, вот такими они вырастают. Чем хорош гравийный грунт для суккулентов и кактусов, не именно неземляной? Он очень воздухопроницаемый и в нем мало питательных веществ. Это дает растению, такому как суккулент, не вытягиваться, равномерно расти достаточно медленно, что именно как бы нам и нужно, ну мне в крайнем случае. Растение выглядит очень декоративно, оно растет медленно, не вытягиваясь и сохраняя свою природную вот эту красоту, то есть, вот кактусик он был раза в два меньше, вот он прям надулся, видно, он такой пухленький. Это не считая того, что растет он у меня под настоящим светом солнечным, зимой столько, сколько вот его хватает. На прохладном балконе, конечно, там где-то примерно 18, 17, 19 градусов, ниже, ниже не опускается температура, но для зимы с редким поливом, воздухопроницаемым грунтом растут эти растения отлично. Вот эта вот толстянка была выращена из одного листика, это самое первое растение, которое я посадил в гравийный грунт. Вот также вот такой кактус, тоже отлично вырос. И вот такой каланхоя, вот он сейчас зацветает, так как световой день у нас самый короткий сейчас, в декабре. В основе того, что я изучил, и на основе тех растений, которые у меня растут в гравийном грунте, я хочу собрать грунт для адениумов. Самое главное, он должен быть дышащий. Основная часть это торф или кокосовое волокно, я буду использовать кокосовое волокно. Я как бы ждал его, у меня не было, поэтому я сеял именно в землю. Это специальный грунт, в который я буду далее сажать адениумы и смотреть, как они у меня будут развиваться. То есть, как бы видео для новичков, тех, кто хочет посадить адениумы, какой грунт выбрать. То есть, много видео разных на ютубе. Можно какое-то себе посмотреть, взять пример и собрать свой грунт. В принципе, как бы, что скрывать, я именно так и сделал. У меня это будет кокосовое волокно. Это будет серамист, вот такая глиняная крошка. Она называется по-разному, можно купить в магазинах. Она хорошо задерживает влагу, и в ней много природных питательных минеральных веществ. Также я хочу добавить, это просто от себя, костную муку. Это органическое универсальное удобрение. Но это совсем немножко, чтобы немного улучшить смесь. Уголь древесный обязательно, он обеззараживает, не дает загниванию, если что. И также в нем минеральные вещества. Дальше барсик, это вместо циолита. Я добавляю барсик тоже в свою смесь для кактусов, суккулентов. Вот. Я ее сюда тоже решил добавить. Так же, как и серамист у меня идет в грунт. И, конечно же, будет много перлита, для того, чтобы сделать более рыхлой. А еще, у меня здесь нет, но добавим мы осмокот, то есть удобрение пролонгированное. Я его тоже добавляю в свои суккуленты с повышенным содержанием фосфора и калия. Вот такое. Действует она 8-9 месяцев и дает нам медленное питание для наших растений. Итак, начнем замес. Грунта мне нужно не так много, потому что мне нужно пересадить 3 молодых адениума и посеять новые адениумы именно не в земляной грунт, а вот в такой, который мы сейчас и замешаем. Я буду брать, ну вот, наверное, частями. Будем брать такой горшочек маленький, как раз он будет у нас и мерить части. И на глаз смотреть, как это будет, в каких пропорциях лучше брать. Давайте возьмем, например, 3 части кокосового волокна. Да, 3. Пока хватит. Далее мы возьмем одну часть чернозема. Я хочу добавить чернозем для того, чтобы немного обогатить. То есть это количество чернозема никак не утяжелит почву, потому что это совершенно чуть-чуть. Одну часть чернозема. Возьмем одну часть глиняной вот этой крошки. Циолита. Нам главное его сделать воздухопроницаемым. Одну часть циолита. Нам главное его сделать воздухопроницаемым. Возьмем ложку костной муки. Так, и остается у нас древесный уголь. Древесный уголь никак не вредит. Поэтому мы его возьмем тоже в пропорции одной части. И перлит. Под перлит нам нужно взять побольше. Давайте изначально возьмем, наверное, части 3. Древесный уголь. Сейчас мы просто посмотрим общую структуру, что у нас получилось. Возможно, нужно будет добавить еще кокосового волокна. Достаточно больше половины разрыхлителя получается. В принципе, больше общей массы намного. Получается раз, два, мы будем считать три, четыре. Четыре на три. Да, нужно добавить еще два, две части кокосового волокна. Грунт получается, да, очень рыхлый. Дышащий и достаточно легкий. Он не комкуется. В общем, я считаю, отличный. Получается еще раз повторим. У нас получается пять частей кокосового волокна. Одна часть серамис глины или циафлора. Она еще называется квадразовым, можно ее найти в магазинах названиями. Дальше костная мука и ложка. Одна часть угля. Три части перлита. Одна часть циафлоры. Или в данном у нас состоянии это барсик. В принципе, то же самое. Все, в принципе, достаточно недорогое. Это можно все приобрести в наших магазинах. Вот. И одна часть чернозема. Сюда мы добавим как раз наше удобрение осмокот. И грунт готов. Так. У нас получилось примерно здесь два литра. Поэтому мы добавляем две неполные ложки. Вот. Совсем неполные. Вот. И так грунт у нас готов. Именно в этот грунт я буду сажать все свои адениумы и рассаду. Вот. В рассаду не обязательно добавляйте осмокот. Просто эту землю я также потом буду использовать далее. Вот она не потеряет своих свойств никаких. Потому что сами молодые растения, они практически мало чего берут из земли. У них все есть в семи долях своих. Ну, все. Вот грунт у нас готов. Будем сажать. Все. Всем спасибо за просмотр. Смотрите мои видео. Смотрите, что будет с растениями. Как они будут расти в этом грунте. Как адениумы будут развиваться. Я все это обязательно покажу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok